Сегодня, дорогие братья и сестры, когда день недельный воскресенье совпадает с первоверховными апостолами, Петром и Павлом, весь мир учения своими просветившими и ко Христу привязчивыми, душу свою за Хреста положившими, великими учителями христианской веры. «Любишь ли мя паче сих?» – спросил Господь Петра. «Трижды оскорбежи Петру, я крича ему третий, любишь ли мя?» И глагола «Господи, Ты вся весит, Ты весит, я колюблю Тебя». И на этом камне смирения и исповедания воздвиг Господь в свою церковь. И врата Адова не одолеют ей. Когда придет Господь, будет на земле церковь, хотя найдет ли веру на земле? На всей земле не найдет, но в церкви найдет. Стало быть, церковь умалится весьма. И будет по лицу земли не видно ее. А до тех пор, много или мало верных знает Господь, но каждый должен знать это учение, которым весь мир просветили апостолы Петр и Павел, так, чтобы сказать с Петром «Господи, Ты весит, я колюблю Тебя». И сказать с Петром же «Ты ищи Христос, Сын Бога Живого, Господи, куда идем?» Глаголы вечной жизни и мыши. Когда Господь говорит, не хотите ли вы отойти вслед за миром? Господи, куда нам идти? У Тебя глаголы вечной жизни. Не двенадцать ли из вас избрал, но один из вас дьявол, Господь и посвет, на это всегда говорит. Не принимает славы от человека. И всегда говорит тем, кто его исповедует, «Сию ночь, прежде даже Олектор не возгласит, когда Петр говорит ему, «Ощие все отрекутся, но не аз, трежды отвергутся от меня, а бачи, обрящише мя милости вас, обрящише мя милости». И на этом камне милости, кающемся Господь воздвиг Свою Церковь, и врата адова не одолеют ей. Дорогие братья и сестры, и обратите внимание на многозначительное соединение за сегодняшние службы чтений евангельских. Недельная, пятая неделя от Матфея повествует о встретении бесноватым спасителем. И что же этот бесноватый, в Идаринске кричит, «Знаю тебя, кто ты, Святый Божий, ты и си Сын Божий, ты и си Христос». По видимости, это исповедание не отличается от апостольства и собственных. И это неудивительно. И если мы не поймем, в чем тут дело, то мы не уясним и учение апостольского, которое есть, учение самого спасителя. То есть мы не сможем отличить Христа от антихриста. Мы не сможем отличить и носить в себе залог и закваску христианской веры подлинной, спасительной. И у апостолов это было, когда апостол Павел прошед высшие страны и пришед в Македонию по откровению вместе с силой своим сотрудникам и апостолом. увидел, вернее, она их увидела и досаждала, преследуя всюду. Бес через прорицательницу, девицу, крича «Сие человеческие, рабы Бога Вышнего, через которых надлежит спастись». Вы видите, что это исповедание, которое бесовское. Однако ублажают апостолы и их учения. Не отличишь. И, наконец, когда много дней досаждала она, а лучше сказать, бес через нее, который прорицал и доставлял немалый прибыток хозяевам этой девицы, «Запрещаю тебя именем Господа Иисуса Христа из Идии, из нее». И бес был вынужден как и Годоринским бесноватым выйти. «Запрещаю тебе», сказал Господь Годоринскому бесноватому, немало не внимая его исповеданию. Так и здесь, немало не внимая этим словам по видимости неотличимым от правды. вот вот ведь какая вещь. Попробуй. А надо. И нас это касается, всех, без остатков. Говорят святые слова, ссылаются и на Писание, и на святых отцов, а учение не то. А не отличишь. А как отличить? А вот на это нам и жизнь дана. Чтобы у нас была закваска Христова, чтобы мы знали, как сказал апостол Павел, «Я знаю, в кого уверовал». Вот когда ты знаешь, кто такой Христос, и в кого уверовал, и за что, то есть распятие смерть, внесенная за нас плата, искупив наиси от клятвы законные, как говорит в послании Галатам Павел, тогда, когда ты куплен дорогою ценой, и не делаешься рабом человеком, как он же говорил, тогда тебе невозможно купить никакой лести, больше того, ты чувствуешь на дух эту лесть, этот дух мира сего, града сего земнадок, однако же перемешаны в одну смесь с этой лексикой, празеологией, камуфляжа, когда один остается от православия, но чтобы отличить то, что закамуфлировано от того, что есть на самом деле, является христианством или закамуфлированным под христианство, нужно идти тесным, узким и скорбным путем апостольским, потому что это исповедание оборачивается тем, что, как мы слышим в Македонии, Павлу и Силе множество ударов нанесли палками и избили их до полусмерти за то, что они изгнали этого беса. Или подобный же случай, не случай, конечно, а назидательное для нас священное Писание, из которого мы извлекаем урок, когда некие сыновья первого священника Скевы, когда Писание говорит нам некие, всегда имеется ввиду беса, когда они называют по имени, а пришел некто от архи-синагога, например. Злой вестник. Так и здесь эти некие, которых не удостаивают по слову Писания, да и не поменяться нечестивые, ими его к тому, довозьмиться нечестивые, ими его не поменяться к тому. Вот эти нечестивые прорицатели иудейские занимались тем, что изгоняли бесов других. Бесы изгоняют бесов. и в этом нет ничего удивительного, потому что у них беспорядок, у них хаос, у них нет начальства. Некоторые считают, что в бесовском мире, в дьявольском мире есть какой-то порядок и власть. Это заблуждение. когда мы стоим на апостольских правилах и учениях Христовым через апостолов, возвещенных всему миру, у нас нету в этом никаких сомнений. Мы не можем верить ни в какое мировое правительство, катакомбное какое-нибудь, или масонское, которое якобы управляет миром. Нет, потому что у зла нет организации. Каким бы конспиративным оно ни казалось. Нет. И мы это слышим в Евангелии. Когда сатана сам на себя разделился, то, конечно, пало царство его. Господь говорит, видел сатану падшего с неба, як о молнии. Все даю вам власть наступать и на скорпию, и на нечистые духи. Разве это не так? Кто может это опровергнуть? Никто. Но нынешние христиане, да не только нынешние, всегда мы хромали на оба колена. Хромая и падая, заражаемся учениями мира прежде всего. И пытаемся их совместить с несовместимым с учением Христовым. По молодуши, из-за отсутствия мужества. Потому что, кто принял Христа, тот отверг мир. кто принял заповедь Божию Христову, возвещенной апостолами, тот не может больше угождать ни плоти своей, ни миру. Не может идти на компромисс совести по Христе Иисусе. Потому что обещание доброй совести есть крещение. Этому нас учит апостол и житием своим, и смертью своей. Так вот, возвратясь к этим заклинателям, сыновьям первого священника Скерды, изгоняли они бесов именем Иисуса Христа, которого Павел проповедовал, говорили они. не того, кого они знали, как Павел знал и служили ему, как Павел служил. Нет, они ему не служили и не угождали и не знали его, но именем его пользовались. И сам бес, который был бесноватым, напал на этих бесов, которые были в прорицателе. Со словами Иисуса я знаю, и Павел мне известен, а ты кто такой? И избили их и раздели так, что они были выкинуты из дома, где они были. Повествует нам книга Деяния апостольских. Эту книгу Деяния апостольских мы должны прочесть Петровским постом, как и все Деяния, как и все послания 14 апостолов Павла и соборные апостола Петра, память которых сегодня. Разделенные телесами, но соединенные Духом, они едины в своем учении. Господь не разделился и мы обязаны принять так принять учение Христово, как бы из уст самого Господа и подписан на Бог его собственной крови, которой мы причащаемся за литургию и делом его, которой мы вмещаем свои утробы и принимаем в себя. Так должны мы знать Господа Иисуса Христа, приняв в себя апостольские учения. Тогда нас не собьешь с толку и не купишь никаким камугляром. И когда слышишь какого-нибудь профессора современного, так называемого, или какого-нибудь проповедника где-нибудь в Ютубе, извините за выражение, когда он цитирует и даже приводит принцип согласия святых отцов, видите ли, ты видишь, что нет, это не христианская вера, то, что он проповедует, это нечто ей противоположное, потому что это в угоду миру и плоти собственной. бесконфликтности в этом мире. И потому что учение Евангелия совсем другое. Берут от него повод, как многие берут, например, не судите, говорят, это же в Евангелии написано, да не судимы будете, им же судом судите, а судится вам. И прекращают всякий нравственный суд, отделять правду от лжи, перестают, прикрываясь этими словами. О чем это говорит, что эти люди не знают Евангелия, не знают Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и не любят Ему, и не Ему служат. И Писание нам открывает, что Господь не поддается налезть и говорит изыги, и апостолы также, хотя это им и стоило, и ран, и темниц, и тех бед, которые сегодня перечислял апостол в послании, которые пришлись на его долю. Беды, говорит он, что я более всех потрудился. Множество труда, путешествия, в Алкании, в глади, в биении палецами, которые иудеи дали мне множество раз, в свешивании в кошницу от дамасского царя рев и множество других бед кораблекрушения во глубине морской. И, наконец, самое последнее, что он перечисляет, беды от лже братья. Самые последние беды, самые, можно сказать, венчающие все наши искушения беды, это беды от лже братья. И все это перетерпев, он благодушствует, хотя остается, как мы слышим, совершенно один, одинешенье. при первом моем ответе все меня оставили. Господь же предстал мне и укрепил меня, говорит апостол Павел. И он был человек, и он говорит, Александр Медник много сделал мне зла, да поминет ему Господь. И он был человек, и он утешился, когда увидел христиан римских в Апиевой площади. И он мучился от искушений, дадясь мне пакостник плоти, говорит, ангел сатанин. Но он ни в чем, ни на волос, ни на йоту не подвигся. И учат этому христиану. Но как же учиться? Не просто читать Священное Писание нужно, а так читать Священное Писание. А бывает это, когда читаешь его на свежую голову, поутру уединившись с молитвой и испытав свою совесть. И тогда оно бывает плодоносно в нас, обильно. когда, как сказано в Псалтире в поучении, моем возгоресе огнем. Согревается утроба тогда, когда так читаешь. Бог дает благодать вопреки нашим немощам, вопреки даже нашим грехам, если только в них каемся, от всего сердца и навсегда. И вот, дорогие братья и сестры, что же надо? Надо, чтобы и мы, и мы так уяснили учение Иисус Христов, христианское учение, то есть само христианство, как если бы оно было в нас, как он пишет в Галатане, перед нашими очисы был распред сам Господь. Я, говорит, не от человек принял учение, и не от человеков научился, и не через человека, и не по человеку, от самого Господа. Не апостол ли я, не Господа Иисуса Христа видел ли я? Да, и апостол Павел сам видел Господа. И сам Господь его научил, сам Господь научил, хотя он не был в числе двенадцати, в числе семидесяти не был. И это, братья и сестры, тоже некоторым образом, и для нас, мы тоже, как каждый из нас, должен духовно увидеть Господа, и от Него самого научиться. Не думайте, что можно научиться христианству опосредствованно. Нет. другое дело, что Церковь Святая Духом Святым учит от самого Господа. Здесь предания. Но научаемся мы при этом самим Господом. Но для этого нужно в некоторой мере и нам тоже пройти этим путем. когда явился Господь Иисус Христос Павла Апостола на дороге в Дамаск и сказал Я когда спросил Павел Кто Ты Господи? Я Иисус Которого Ты гонишь. Трудно Тебе идти против рожна. И ослеп Павел и его под руки ввели в Дамаск и там он находился три дня три дня ничего не видя и не ел и не пил три дня это образ той серьезности при обращении по Христу которая надлежит каждому из нас невозможно легкомысленно походя принять святыню да необходимо некоторым образом три дня а это распространяется на всю нашу жизнь такая должна быть пауза умолчать должна душа три дня не есть и не пить тогда мир будет этой души тогда Господь найдет кого послать к этой душе сам Господь посылает мы это читаем в книге Деяния послал Анания послал Корнилия С праздником вас дорогие братья и сестры Аминь господи господи дирем Taxi